Чё как, с вами Камрад, и это второй выпуск Вестника Волчары. В минувшем апреле месяце в западном сегменте всемирной паутины произошёл слив в презентации питча возможного перезапуска Чёрного Плаща от Диснея. По имеющейся информации сейчас доступны несколько концепт-артов самого ЧП, его повзрослевшей дочки Гусёны и пилота Зигзага. И самое вкусное в виде бонуса, на чём будет строиться сам сюжет мультсериала в случае удачного исхода, что нам пообещали предварительно. Перенос временной эпохи поближе к нашей действительности, сделав приёмную дочку ЧП зумерами Линниала, переосмысление самой истории супергеройства Кряка Лапчатого и компании, совмещающих рутинные будни со своим ремеслом, и замену привычного фонада оригинала и злодеев недели юмором, отказавшись от взаимодействий со злыгними. Вероятно, некоторые другие злодеи не вернутся. Возможно, новые авторы в лицах Сета Рогена, Джеймса Уивера и Эвана Голдберга придумают новых отрицательных персонажей вместо старых. А создатель оригинального проекта Тед Стоунс, который выступает в качестве креативного консультанта, поможет им с идеями. В тексте также есть сравнение возможного перезапуска с оригинальным мультсериалом 92-го года и, в конце концов, утиными историями 2017-го года. Напомню, что оригинальный диснеевский мультсериал с пародиями на Бондиану и супергероику от Теда Стоуна начал транслироваться в Штатах с 1991-го по 1992-й год. И каждый эпизод в 22 минуты рассказывал о борьбе этой же утки и его команды с местными злодеями внутри вселенной утиных историй, будучи их официальным спин-оффом с интересной историей создания. А ещё это был первый мультсериал, который ретранслировался в то же время, что и в Америке, и что и на территории постсоветского пространства, хоть и с небольшими перерывами и повторами, как раз местным локализатором и обязано переименовывание «Тёмно-крылой утки» в «Чёрного плаща» и адаптации той песни в интро перед началом серии. После сериала кряк лапчатый после столь такого себе завершения мелькал только в комиксах и видеоиграх, а затем канул в небытие, оставив после себя весь этот став и три сезона, длинным из которых был самый первый. Слухи о возможном перезапуске начались ещё в конце десятых, на фоне успеха перезапущенных утиных историй, анонсировав его и новые чудеса на гаражах для стриминга «Дисней Плюс». Но всё ограничилось лишь ностальгическими визитами героев этих сериалов и рейнджеров-спасателей с Чипом и Дейлом в последних эпизодах тех же Даг Тейлз 2017 года. Что ж, предлагаю скрестить пальцы и ждать дальнейших новостей по новым похождениям ЧП и верить, что этому перезапуску на «Дисней» дадут зелёный свет, потому что возвращение самого Стоунса как автора и креативного консультанта уже вселяет надежду на новое прочтение этого героя, именуя себя как ужаса, летящего на крыльях ночи. На этом всё. С вами был Камрад Эльва Вуччо. Вот такие дела. Не скучайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok